Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Чиновник мэрии испугался журналистов. В присутствии прессы начальник управления инженерной защиты Геннадий Мирошниченко отказался отвечать на вопросы общественников. Они интересовались законностью строительства в прибрежной зоне и арендой пляжей. Интерес СМИ к данной теме стал для чиновника полной неожиданностью. Я с каждым человеком общаюсь. Если у человека есть потом что-то и необходимость сказать на камеру, он это может сказать за пределами кабинета. Вы решили, что процедура такая? Еще раз. За пределами кабинета. Кто регулирует? За пределами кабинета. Вы решили, что он камерами с микрофонами, пожалуйста. За пределами. Главным образом активистов интересовала гостиница «Скапелли», которая построена прямо на песке пляжа Лонжерон. Кроме того, общественники пытались выяснить, сколько поступит в городской бюджет от аренды одесских пляжей. Внятного ответа, в том числе на этот вопрос, чиновник дать не смог. Просто понимает, что он может в какой-то момент сказать что-то, вынужден будет как-то ответить на вопрос так, что не понравится его начальству. У нас имеется земельный участок водного фонда, на котором запрещено строительство. То есть это комплекс разных объектов. И в данном случае мы на сооружении строим сооружение. Капитальный, огромный объект, несколько этажей. Когда противник огонь, комиссия депутатов, чиновников и спасателей продолжает проверять побережье. Во вторник добрались до Лонжерона. Из четырех заведений только в одном не соблюдены противопожарные нормы. В пиццерии Амор и Мор нет ни одного огнетушителя, не говоря уже о пожарных гидрантах. Владельцу выписали предписание и предупреждение о повторной проверке спустя две недели. Если ничего не изменится, грозит штраф или закрытие. На сегодняшний день первинных засобов пожарного седня для лонжерных целей пожарного седня нет. То есть заклад, харчувание не забезпечен. Видимо, да. Эвакуация со Строгановского моста. Патрульная полиция провела рейд против парковки в неположенном месте. Начали с автомобилей, оставленных на проезжей части Строгановского моста. По словам правоохранителей, нарушители не только мешают движению, но и создают дополнительную нагрузку на мост, что приводит к его разрушению. Вы же знаете, что это право нарушения, да? Ну да, пройдитесь по людям, расскажите, где им машину ставить. Это будет полезнее, думаю. Есть два варианта. Либо приехать раньше и найти место, припарковать правильно и безопасно свой автомобиль, либо поставить его дальше, опять же, не нарушая правила дорожного движения, пройти квартал два. Но при этом быть спокойным и знать, что автомобиль припаркован в правильном месте, и никаких вопросов ни к водителю, ни к машине не возникнет со стороны правоохранителей. Но третий вариант – это, конечно, общественный транспорт. Автомобилистам грозит штраф в 255 гривен. Но если водителя не оказалось на месте, машина отправится на штрафплощадку. Тогда придется оплатить услуги эвакуатора и стоянки. А это уже больше тысячи гривен. В этом мероприятии будут проводиться систематически, пока наши водители не поймут, что нарушение правил дорожного движения ни к чему хорошему не приводит. Надеемся, что наши водители достаточно быстро это поймут. Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Часть ставки вместо заемщиков оплатят из областного бюджета. Сэкономить смогут предприятия в сферах альтернативной энергетики, переработки сырья, туризма и транспорта. Для этого необходимо обратиться за кредитом в один из четырех банков-партнеров, а также подать заявку в обл. администрацию. Претендентов выберут на конкурсной основе. Программа стартует 10 августа. Подать заявку можно будет до 8 сентября. Главным направлением этой программы есть запроведение механизма компенсации частки відсотків по кредитах предприемцев, залученных на развиток бизнеса. Одним из основных задач программы есть уникнение негативных наследов для государственного и местного бюджета, связанного с сокращением отходов от субъектов малого предприятия. Саботаж или непрофессионализм? Очередной скандал в деле 2 мая. Общественники заявляют о дискредитации следствия. В ходе судебного заседания выяснилось, многие протоколы оформлены с нарушениями. В частности, к документу об осмотре Афины приложены фототаблицы. Хотя, судя по приложению, фотоаппарат следователей был неисправен. Также выяснилось, что осмотр участка Греческой, где были главные бои, провели только через 2 недели после столкновений. А судебно-медицинская экспертиза пострадавших проводилась с нарушениями. Отмечу, это не единственный неожиданный поворот в судебных разбирательствах, касающихся майской трагедии. Печерский суд Киева во вторник освободил Руслана Великого, первого зама бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Бадылана. Обоих спасателей подозревают в том, что во время трагических одесских событий они пренебрегли своими прямыми обязанностями. Напомню, беспорядки, которые происходили в Одессе 2 мая 2014 года унесли жизни 48 человек. Звери, птицы и рептилии как инструмент заработка. На одних катаются, с другими фотографируются. Предлагающие такие услуги дельцы особо не напрягаются, чтобы заработать на братьях меньших. Те, в свою очередь, часто становятся жертвами жестокого обращения. Недавний инцидент с лошадью, которая упала в обморок в центре Одессы, всколыхнул весь город. Как обращаются с животными в столице? Далее в сюжете. Знакомьтесь, это Леопольд. Это Леопольд. Ему 16. Вот уже 10 последних лет он работает извозчиком. Катает малышей в парке Шевченко в центре города. Его рабочий день длится 10 часов. Правда, с перерывом на обед и водопой. Другой жизни Лёпа. Так его ласково называют дети. Не знает. Поэтому, если долго нет желающих покататься, начинает грустить. За день он наматывает около 50 кругов с ребенком в седле. И так ежедневно, без выходных и сезонных отпусков. Ни жара, ни морозы Лёпу не пугают. У них способность есть к зиме и к лету. Зимой у них вырастает подшерстник. То есть они одевают шубу свою. А на лету эту шубу не снимают. То есть они линяют, ну как собаки. То есть они переносят ее спокойно. За годы работы Леопольд обзавелся большим количеством друзей и постоянных клиентов. Ну а те, кто вышел из возраста, позволяющие сесть в седло, прибегают после университета просто повидаться с ним. Некоторые родители малышей сочувствуют лошадке. Но в удовольствии прокатиться детям не отказывают. Как вы относитесь взагалі до використания тварин в таких целях? Ну взагалі погано. Тобто у нас дитина катается, вона ходит або в конюшні, там дитей катают, тобто там кони, вони перебувають от у свій вільний час на своєму такому місці. Вони там або пасутся, або відпочивають. І коли там дитина приходить кататися, його там вдягають седло, воздечку там на цей час. Використання їх в центрах міст, для мене це так якось гарно. Да, дуже подобається. Вона народилася в рік коня, то, можливо, знаєте, ну, захотілося дитині. Я не знаю, наскільки її дуже довго тут тримають, але не завжди на сонці, в тіньку. Я думаю, що нормально. Недавній случай в Одесі, коли лошадь от жары свалилась с ног, Владимир называет крайне редким. Полагает, что хозяин не досмотрел за животным и напоил своєвременно в достаточном количестве. Скажуться, в истощенність. Либо не напоили водичкой, просто надо поїть хотя бы два-три раза в день. Они, конечно, пьют, но ведро надо дать, предложить, хотя бы предложить. Он може не попить. Ведро воды за раз? Да. Десятилитровые ведро? Да. А есть такие, которые пьют и два ведра могут выпить. После восьми вечера Лёпа отправится в конюшню, ужинать и спать. А завтра все по тому же сценарию. Если учесть, что пони живут до сорока лет, то красавчику Леонардо еще катать и катать не одно поколение малышей. Лилия Апрель, Ксения Терзи, Максим Кондратенко, Киев, Думская ТВ. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. До встречи с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова